Это кадры последней игры с участием Вадима Орехова и вообще одна из его последних съемок. В «Динамо Алтай» Вадим пришел недавно, отвел всего четыре игры. Но и за это время показал себя профессионалом. Доля отраженных шайб почти 90%. Вадик был отличный парень, хороший хоккеист, знал его достаточно хорошо. Сам с Новосибирска, я с Новокузнецка. Пересекались в играх и в одной команде даже были до этого, до «Динамо». Никто не думал, что так начнем этот сезон. Нет слов, одни только эмоции. Коллеги с трудом находят слова, многие попросту отказываются говорить. Настолько все неожиданно и трагично случилось. Напомним, ночью 27 сентября автомобиль, где Вадим был пассажиром, вылетел на обочину улицы Аванесова. За рулем был другой вратарь команды, Данил Тимченко. Он выжил, сейчас находится в больнице. В первые же сутки появились сведения, что водитель был пьян. Сегодня в городском ГИБДД нам это подтвердили. Да, действительно, водитель 22 лет находился в состоянии алкогольного опьянения. Был освидетельствован в больнице. В настоящее время он госпитализирован. Избрана мера пресечения к нему по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса. Он задержан на 48 часов. Правоохранители уточнили, что в его крови на момент аварии было 0,8 промилле алкоголя. При этом предел 0,16. Если вина Данила Тимченко будет доказана, то ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Впрочем, наказание вряд ли успокоит родных и близких погибшего. После прощания в Барнауле тело Вадима повезли на родину спортсмена в Новосибирск. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.